Показатель преломления воды равен 1.33. Оранжевая свет длина волны, которая возраст равна 600 мм в воде, имеет длину волны. Надо определить. Что ж, поговорим про физику задач. Вот у нас поверхность воды. Я там ее сейчас закрашиваю. Вот на поверхность воды. У нас падает на нее оранжевый свет. У этой воды есть какой-то показатель преломления m. m, которого нет. 1.33. В общем случае, длина волны связана со скоростью распространения свет, и скоростью распространения электромагнитной волны, как ее скорость, деленную на частоту. Если мы рассмотрим свет, в двух случаях воздух и длина волны будет связана со скоростью распространения воздуха и скоростью света c, v. Потому что считают, что в конце преломления воздух единица, он распространения воздух с такой же скоростью, как и свет в вакууме. Поэтому полагают, что это будет c. Теперь свет в воде. У него будет уже другая скорость v в воде. И все это будет у нас делено так же на частоту. Известно, что скорость распространения в воде связана со скоростью распространения воздуха соотношением c, зеленая m, где она показывает преломление. Кстати, чтобы запомнить это выражение, где люди умножают, надо помнить, что скорость света не может превышать скорость света. Проще говоря. Поэтому, если вы не помните, что надо умножать на m, просто можете понять, что конечная скорость должна быть в меньшей скорости света. Поэтому, если мы хотим определить отношение длины волны в воде к длине волны в воздухе, нам необходимо будет поделить vh2o на c, потому что частота, которая у нас здесь у нас сокращается. Это, в свою очередь, позволит нам записать, что это будет единица на m, потому что я могу поставить вот это, вместо вот этого выражения. Все следует, что lh2o в воде будет записываться как l в воздухе, деленный на r. Или то же самое, что 600 нанометров, делить на 1.33. Это, в свою очередь, ограбленно даст 451 нанометр. Если мы теперь посмотрим на этот цвет в воде, нашим глазом, вот это у нас там реснички, это наш зрачочек, то в наш глаз придет синий свет. А здесь мы видим оранжевый. То есть в воде оранжевый свет становится синим. Потому что здесь у нас будет 600 нанометров, а здесь у нас будет 450. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...